Итак, я специально приехал в Ростов-на-Дону, чтобы посмотреть, как живет Артем Калайджан, известный как Серго. Ну и конечно, послушать всякие грязные трэшовые истории. Блядь, ну как мы любим прям. Мы, кстати, не готовы... Бля... Ты как меня нашел? Здорово! Предупредили бы, бля, я хоть бы оделся бы нормально. Слушай, ну это, блядь, песня. Артем Калайджан, он же Серго из сериала «Непосредственно Каха». Автор, сценарист, актер, победитель битвы блогеров, наверное, лидер по попаданию в тренды ютюба, а теперь еще и ведущий своего шоу. Я почему-то, кстати, думал, что ты должен так нас встретить. С почтением, спасибо. Только с гроба встал просто. С гроба? Я что, ты по Стрикса смотрю? Я сделал прическу, как у тиктокеров. Да? Да, немножко меняемся. А это твоя квартира или... Нет, это я снимаю. А, снимаешь? Да. Потому что я смотрю, дом новый, я думаю, может купил уже. Не-не-не, я не планирую квартиру покупать, я хочу дом построить. О-о-о! Да, большой, хороший, охуенный, шикарный дом. А дорого снимаешь квартиру? Это не... Ну, по ростовским меркам, я не знаю... Сколько стоит она? Давай спросим, я не помню. По-моему, тысяч сорок или пятьдесят, что-то такое в месяц. Слушай, ну это даже по питерским меркам, я тебе могу сказать, очень прилично. Ну, квартира такая уютная, прикольная, сейчас посмотрите. А можно обувь твою посмотреть? Обувь, она... Это ту, которую надо выбросить. Сейчас начнется, сколько это стоит, сколько то стоит. Ну, вот это вся моя литочка. Я знаю, они дорогие. Сколько таких стоит пищерье? Блин, в долларах, по-моему, что-то так. Бля, я сейчас, если буду рассказывать, что мне все подарили, ты все равно не поверишь. Дольче Гавана, Дольче Гавана. Можно я вот так вот пальчиком посмотрел? Единственное, что я сам купил, правда, вот, которую обувь я сам купил, это вот это, вот эти. Они стоили до хрена. Так, ну они, вот, это единственное, что купил. Остальное все мне подарили. А, и вот эти недавно купил на свадьбу одевал. Слушай, ну я думал, ты обычный ростовский парень. Ну? Что это такое вообще? Объясни, пожалуйста. Это потому, что так, блядь, надо быть. Потому что в Москву ездил много. Потому что, блядь, московские блогеры сделали так, что надо круто, типа, одеваться. Мне вообще пофигу в чем ходить. Ого-го. Просто пакет, это там ничего. Это на теннис я хожу, это обувь для тенниса. Найки очень дорогие, кстати. Они недорогие. Да, конечно. Да, они худе. А это изики новые тебе привезли, да? Это вот только привезли. Можно открыть? Да, я их даже не одевал. Ну, хочешь? Да. Конечно, хочу. Я ни разу, кстати, не носилую. Нет, привезли. Я не знаю. А, это, которые светятся полностью. Видишь, у меня они не светятся, а эти вот полностью светятся. Эти лучше, типа? Ну, они более новая модель, типа, да? А, видишь? А ты говоришь, Ростов отстает, блядь? Нет, я думал, что такие настоящие пацаны. Вот это вот все модное. А я, видишь, ничего не одеваю. Что-то они просто лежат, как в музее. Все, вот ты пришел, посмотрел, снял, и все. Ну что, давай посмотрим гостиную. Так, господин Калайджан, а где? А, господин. Колонны. Позолото. Где шик? А что, смотри, мне нравится, когда уютненько. Квартира вообще небольшая, но здесь гиперуютно. Я сюда с удовольствием возвращаюсь. С удовольствием. Слушай, на самом деле очень стильно. Мне вот такой дизайн очень нравится. Вот светло, стильно, такой минимализм, ничего лишнего. Очень уютно, круто. Диванщик. Плейстейшн. Я в него не играю, очень редко. Да? Это, блин, наверное, надо прям вообще настолько нехуй, чтобы было делать. А когда эротические фильмы смотришь здесь? Если открыть историю, там сто процентов есть порноха. Откроем, да? Ну давайте посмотрим. По-моему, что-то должно быть. Сейчас еще надо вспомнить, как это делать. Ой, начинается. Я тебе подскажу. Вот сюда вот. Нажми, пожалуйста. Да я знаю, блин. Бесплатное порно-видео. Порно 666. Э, да это уборщица, она приходит. Какая шалуня. Это сто процентов. Припорн. Э, это уборщица приходит, смотрит. Так, понятно. Ну давай тогда поговорим про твои школьные годы. Это, наверное, все пошло оттуда. Ты, наверное, учился хорошо. Я учился, правда, хорошо. Да? Да, да. Учился хорошо, но меня все равно выгнали с 11 класса. Слушай, а мне вот по секрету сказали, что в школьные годы ты крышевал гастарбайтеров. Это правда? Ой, бля, это кто сказал? Бля, не могу тебе сказать. Короче, мне было лет 14-15. И мы играли в бандитов, естественно. Но мы играли, мы на самом деле ничего плохого никому не сделали. Мы просто подходили к человеку и говорили, так, ты в конце месяца нам должен денежку. Он говорит, хорошо. И все, ну, ходили, он нам давал, а что? Да ладно, да? Да никто никого не бил физически. А у тебя было какое-то, не знаю, оружие или что там? Нет, оружия не было. Один раз было прям прикольно, что в этом смокинге такие истории, да. Я специально надел, потому что я знал, что все мои истории, все мои рассказы и все мои приключения будут очень жесткими. В этом костюме это будет смотреться немного хотя бы как-то смягчающе и привлекательно. Один раз был случай, когда они вызвали ОМОН, приехало несколько бобиков, и я ребенок, 14 лет, бегу в лес. У нас было договорено, что мы бежим в разные стороны. Это было как правда, потому что это американские фильмы нас научили, видишь? А-та-та-та-та. Мы убегали в разные стороны, я побежал в лес и упал в какой-то овраг без телефона, без ничего, где-то с 11 ночи до 4 до 5 утра сидел там. А кого-нибудь поймали? Нет. Слушай, а сколько у вас месяц получалось, вот, бабосиков, да? Мы все тратили на проституток. Я в то время, ну, я не знаю, можно это говорить или нет. Ну, мы дети, что нам надо? Нам надо просто типа телку и все, больше мы ничего не хотели. Мы шли, мы вот забирали денежку какую-то, шли на вокзал, снимали проституток и уходили потом. Я тебе скажу, что это был возраст такой хулиганский. А у тебя были какие-нибудь конфликты, может быть, стычки со старшим братом? Да, конечно. Может быть, с дедушкой или с папой? Были. Что-нибудь смешного есть? Нет. С братом, да, дрались жестко. Очень жестко. Он меня просто почему-то думал, что он должен меня воспитывать за все вообще. За все вообще. За все, блядь. Это, ты знаешь, что было? Он говорит, ты будешь играть в футбол. Я говорю, я не хочу играть в футбол. Он говорит, нет, блядь, ты будешь играть в футбол. Я говорю, я ненавижу футбол. Что ты сказал за футбол? И начинает меня за это. Я говорю, да я не хочу играть. Нет, ты стоишь на воротах. Ставил меня на ворота, я стою. Он говорит, теперь стой, я буду забивать тебе гол. И ты просто стоял, не двигался? Я просто стою, он, блядь, забивает этот гол и радуется. Я говорю, хуй ты радуешься? Я же просто стоял. Он говорит, нет, ты пропустил, ты не умеешь играть в футбол. Слово за слово. Я говорю, да мне вообще наплевать на футбол, я в нем ни хрена не понимаю. Нет, тебе не наплевать, ты понял? И вот так. Короче, и мама брату сказала, еще раз его тронешь, все, ты наказан, у тебя ничего не будет. Он понимал, что ему пиздец. Ты как ты этим пользовался? Он что сделал? А я пользовался. Короче, если нам покупали два сникерса, ему мне приносили. И он свой быстро съедал, а я специально свой прятал, чтобы потом перед ним кушать и выебываться. И его это бесило очень сильно. Я один раз еду и кушаю, а он, не делай! Я говорю, ну ты же свой доел, а я вот так. И специально перед ним вот так вот, мол, вот у меня осталось, а у тебя нет. И все, он злой, хочет меня побить, а запрещено трогать. И он побежал вниз в комнату, ко мне забегает в комнату. И я забегаю за ним, и я вижу, он мне просто так. На подушку со всей силы, вот все, что есть, так на подушку все харкает. Ты будешь на ней спать! Я говорю, я не буду на ней спать! Будешь! Вот так он мне обстил. Слушай, а на даче ты с дедушкой был? На даче, не на даче это было, а в Абхазии дедушка жил. Я туда жалко. Ну там нормальные отношения с дедушкой были? Да, но веселые. Веселые? Веселые, да. Я хотел вырыть в отгороде бассейн, я почему-то ребеноком думал, что у меня получится. Он говорит, нет, я запрещаю никаких бассейнов. Я говорю, хорошо. Я взял лопату и пошел начал копать. Блядь, и он увидел. И он, я вижу, бежит. На армянском есть такая фраза, шан тага, это сын собачий, вот так. На армянском это мягче звучит. И он бежит с топором. С топором? Да. И шан тага, ёб твою мать. Я убегать начинаю, а он мне, ёб твою мать, блядь. И он с топором. Ну, а там войнаш была и колючая проволока, чтобы этот... И я через колючую проволоку перепрыгиваю через забор, весь вот так всё рву себе, царапаю. И этот топор прям летит в этот забор вот так. Тебя прям... Да. И я вниз по улице, и я понимаю, что он просто... Ну, он, блядь, он... Вряд ли он индейец, который четко знал, куда он кидает, блядь. Этот внук не очень был желанным, походу. Нет. И теперь всё, я боюсь домой прийти. Я у другой бабушки дома спрятался и ждал. И бабушка моя родная пришла, говорит, всё, пойдём, дедушка. Уже успокоился. Я говорю, нет, он меня хочет убить. Она говорит, нет, нет, всё нормально. И я пришёл, он меня поцеловал, обнял. Говорит, больше так не делай, ты должен меня всегда слушать. Я говорю, хорошо, дед. Я говорю, я понял, я больше не буду копать бассейны в своей жизни. Сейчас у меня страх к бассейнам. Два раза было такое, что ты дрался. Когда я первый решил ударить. Да. Расскажи, какой случай. Я выхожу из ресторана, вызвал такси. Номера посмотрел, сверил нормально. Открываю дверь, и тут рука такая ебашит. И тип вот так стоит, говорит, это моё такси, я на нём поеду. А, грубо как бы. Да. Этот был здоровый. И с двумя девочками. Они смеются. Ха-ха-ха. А я был чуть-чуть даже худее, чем сейчас. Я вот так всё. Я говорю, да нет, я дурака включил. Я говорю, вот мой номер, это мне машина приехала. Он говорит, да ты не понял, мне похуй. Я на нём поеду. И садится. Я говорю, ах, похуй. И бью его. Бью, естественно, а я понимал, у меня один шанс вообще в жизни есть. Если ударил и не упал человек, то мне уже пиздец. Дальше она говорит, бейте, суки. И я вот, его бью, с ним ничего не происходит. Блять, и он начинает меня избивать. В обратку, короче, бьёт меня. Я падаю прямо на Платановой аллее в центре города. Я падаю, он садится на меня. Я смотрю, девочки его смеются. Они кайфуют от процесса, что у них парень такой прикольный, может нахуй вертить кого хочешь. Он садится на меня, у меня рубашка всё рвётся, всё в крови. Он начинает бить, блять. Просто UFC начинается. Просто UFC. Я говорю, а меня куда бить? Меня уже хватит. Ну, как бы понятно, что ты сильнее. Уже будь хотя бы чуть-чуть, блять. Какая-то хуйня должна быть человеческая что-то. Понятно, что ты меня убьёшь. Нет, похуй. Он меня бьёт. Бьёт. И мой знакомый, блять, проходил. Рядом был. Его вот так просто подходит. Друг вот так просто за плечи, знаешь, такой дёргает. Друг, подождите, хватит. Вот так хочет его с меня снять. И я в этот момент, как змея, просто выскочил. Просто вот со... И, блять, всё, что силы есть, всё. Вообще, блять, ногой ему в голову вот так. Бах! Короче, бью. И он вот так тук. И вот так. И отключается, да? И бах! И на дорогу упал. И всё. И самое интересное, смешное. Девочки смеялись, смеялись. И вот так тук. И они ах! И вот так замолкли. И он так падает. И они ах! Бегут к нему. А я подумал, блять, мало ли умер. И подхожу к нему, вижу, храпит нормально. Он в себя приходит. Я говорю, больше так не делай. Я говорю, если захочешь меня найти, я там-то, там-то живу. И сел в машину, уехал. Еду и понимаю, что у меня нога опухла. Блять, в травмпункт у меня трещина на ноге. С детства. Слушай, а мы можем посмотреть твою спальню? Да. Да, конечно. Да, посмотрим. Это вот прямо дверь вот эта. Угу. Ой, слушай. Что? Светленькая тоже такая приятная. Окна большие. У папы твоего друга Карлита есть дача. Да. И вы там очень весело проводите время. Да. Вот можешь рассказать вот в двух словах, что там происходит? Бля, ну дача это, во-первых, всегда неожиданно. Ну что там происходит в двух словах? Вот, может быть, мы приезжаем на дачу, таримся. Там, во-первых, бассейнчик. Мы плаваем, кайфуем туда-сюда. И приезжают девочки. Ага. Да. Приезжают. Вот, блять, все, кто кого знает, всех зовет. Вы сидите, веселитесь, набухиваете девчонок. А есть какая-то дальше отработанная схема у вас? Есть отработанная схема. Значит, Карлита резко запрыгивает на стол. Блять. Снимает штаны полностью и трусы. И начинает трясти свою джиджулкой. Блять. И я объясню, что это значит. Зачем? Это значит, что началась фильтрация. Фильтрация? Да. А девочки вот так идут. Нет, что он делает? Мы не хотим смотреть. Не хотим смотреть вот эту хуйню. Ну вот так они не хотят смотреть или вот так? Да. Вот так. А, Артем, скажи пусть. Ааа. И все, кому это не нравится, они уходят. Те, кто остаются, значит, все, можно делать все, что хочешь. Прикольная схема. Слушай, ну прикольная схема. Всем советую попробовать в эти выходные. Слушай, а сколько примерно из десяти, скажем так, девушек в Ростове знают эту дачу? Бля, ну сейчас, наверное, все обидятся. Девочки, не обижайтесь. Я очень много кто. У нас была мысль сделать на даче такая доска. Здесь были и кто еще может быть или с нами еще будут. Когда мы узнали, что ты к нам летишь, мы это повесили сразу. Расскажи почему. Почему? Что случилось? Это уже крайний раз, когда мы были у тебя на съемках, когда мы гонки снимали. На обратном пути мы расхуяли Порш. С Питера в Москву попали в аварию, разбили Порш. Но это самое мелкое, что случилось на обратном пути. Потом мы в Москве заболели в шестером коронавирусом. В ночь. В ночь. Это все было в одну ночь. И когда мы приехали обратно, нашего друга посадили в тюрьму. И я подумал, что к твоему приходу надо повесить. Такая самая большая, самую дорогую, дайте, пожалуйста. Это интересная была. Чтобы на всякий случай. Так что вот так пусть будет. Не, ну реально, ряд вот таких событий произошел. Ну в тотал, да? Да. Мы разбились только. Едем в машине втроем и кто-то говорит, я запахи не чувствую. Говорит, второй говорит, я тоже. Говорит, три дурки макароной заболели. Блин, мы никто не болел, вот реально. Стали тест. Нас наши в Москве. Я говорю, ну что, поехали? Просто он говорит, поехали. Садимся, только трогаемся с городом, поезжаем. Нам звонит наш знакомый. И говорят, что только что ФСБ принял нашу друга и посадили в тюрьму игру. Я говорю, может оставим машину палить. Пойдем пешком до дома. Так безопасно. Ну вы рискованы, ребята, что меня второй раз пригласили. А есть какие-нибудь еще такие, знаешь, более, может быть, грязненькие, трешовые истории, которые были на даче? Именно на даче? Да. Ой, бляха-муха. Бля, ну была одна история. Давай я расскажу ее. Прилетела, это было года полтора назад. Два, может. Прилетела... Блядь, я сейчас все выдаю, конечно. Прилетела девчонка одна, типа влюбилась в меня. А я как, ну влюбилась, что мне сделать? Я старался ее не обижать. Она прилетела, у нее, оказывается, здесь подружка живет. Я ей говорю, ну бери подружку и ей поехали на дачу. Все дела хорошо, говорит. Поедем. Она взяла свою подругу, мы приехали на дачу. Я на даче с ней переспал. Так. Потом прошло полчаса. Приехала другая. Были другие, уже были за столом. А, были. Я взял другую, пошел с ней. Она это увидела и в слезах, вот та девочка, которая приехала, убежала в озеро туда плакать. Я почему говорю, что это озеро? Она плакали, его не было. И она убежала туда плакать, и ее подружка ко мне подходит, она была более так с мозгами. Девчонка, она говорит, я все понимаю, просто ты понимаешь? Она влюбилась и по-другому себе это все представляла. Ей кажется, что это... На всю жизнь. Ты сейчас приедет, да, и ты ее там встретишь. А ты, говорит, просто ее потом через 20 минут, и говорит, а понимаешь? Я говорю, ну да, понимаю. Она говорит, так нельзя. Ее подруга меня ругает, и говорит, так нельзя, то-се. И вот я сразу же ее подругу испугнул. Которая тебя ругала? Да, вот тут же, вот когда она ругала, через минут семь. Да. Ну, блядь. А потом она пошла... Это классика, это классика на самом деле. Она пошла... Шпокнуть подругу – это классика. Она пошла, ее нашла, и я говорю, ну теперь давайте вдвоем. А, вдвоем. Отлично. Красавчик. Были еще там грязные. А, было, когда в бассейне... Кто-то в бассейне плавал и говорит, кто помнит, месяц назад я кого-то в бассейне чпокал, кто это была. И там девчонка оттуда говорит, я, я, это я была. Вот это весь эффект. Слушай, я вообще всегда думал, что самый трэш, вот прям, знаешь, самая грязюка происходит где-нибудь на отдыхе. Да. А вы своей веселой компанией куда-нибудь летаете, отдыхаете? Постоянно. Да? Мы очень много летаем. Что там происходит? Нас орало, человек 15, и мы прилетели на Кубу. И вот мы приезжаем в отель, день, два, три, кайфуем, гуляем, но уже становится скучно. Сидим, нечего делать, девчонок нет, никого нет. А мы гей-коллективом каким-то, 15 человек, уже все скучно. 15 человек. И тут узнали, что летит Боинг этот, 3-7, большой самолет. Мы понимаем, что там куча стюардесс будет. Мы придумали план, что они приедут, мы их встретим. Мы взяли музыкантов кубинских, они пели «Катюша», и ходила на берег «Катюша», и они вышли уже с настроением. И мы начали хлопать им просто стюардессом и экипажу. Они не понимают, что происходит. И Александр подходит и говорит, а кто командир? Муж говорит, я… Он говорит, так, мы хотим вас пригласить на ужин, но не только вас, всех. Он говорит, так, ребят, все, я вас понял, мы спустимся только без алкоголя. Он говорит, вообще без проблем. Я говорю, только всех берите. Он говорит, хорошо. Короче, они все спускаются вниз. Одна только не спустилась стюардессом. Мы собираемся за столом. И опять этих музыкантов позвали, и настроение такое, знаешь… Ну, я же знаю наших, когда вот так начинаешь делать, хочешь, не хочешь, хочется бухнуть. И мы там, давай, пойте, играйте, и мы там… Я говорю, вы не пейте, вам зачем, вам нельзя. У них, оказывается, если бухнешь четыре года тюрьмы, если бухой за рулем, пилотируешь. За штурвалом, да. Да, за штурвалом. И он говорит, мы не пьем. Я говорю, хорошо, не пейте. Он столько раз сказал, что мы не пьем. Я понимаю, что он хочет, чтобы мы настояли, что он пьет, блядь. Я говорю, да ладно, хуй с ним петь. Взяли ответственность на себя. Чуть-чуть, чуть-чуть подлили. И он начинает бухать. По чуть-чуть, по чуть-чуть, 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 чуть-чуть. Они все по чуть-чуть, по чуть-чуть и пиздец. Настроение Гавана Клаб, там соседский клуб был. Прям рядом с гостиницей клуб был. Он говорит, пойдемте в клуб. Я думаю, да ну нахуй, ну пойдем. Ну не знаю, ну пойдем. Мы приходим в клуб, начинаем бухать там. Все стюардессы, он командир, пилоты, все. Командир, ему лет пятьдесят пять. Мужик, он меня вот так в клубе обнимает. Спасибо вам! Я так никогда не кайфовал! Вот так сделал. Ухууууууууууууууууууууу, и хуярит! Я думаю, ни хуя себе! Пять утра он говорит, все в океан за мной выстрелись! Блять, шагам марш... И ведет всех! Мы приходим на пляж и он становится говорит, всех выстроил в шеренгу. И говорит да гола, раз, девайс. Алик с Кариком первые сняли вот так. Штаны, блядь, и вот так стоят уже, заждут дальнейшие указания. Это пиздец. А эти говорят, что? Говорят, я сказал, голышом все в океан. Короче, они раздеваются, он берет одну стюардессу, кидает в океан и говорит, аварийная посадка наводана. Короче, я понимаю, что происходит пиздец. Я беру одну стюардессу, все пацаны разошлись со всеми, ну, все, что надо, все сделали. Теперь, слушай, в 6 утра спускаюсь на ресепшн, пилот сидит, вот так, бутылка рома, и вот так крутит и заливает. Мы с Александром стоим, я говорю, ну, все, пиздец, ситуация вышла из-под контроля. Я говорю, что мы будем делать? И он говорит, я не знаю, и ржет. Четыре дня вылет. Он в говне. Я понимаю, мы никуда не... Как он полетит, куда полетит? И теперь нам гид прибегает, говорит, что в Москве ураган, сегодня не вылетает самолет, завтра. Вообще красота. Фортануло, да. То есть там аэропорт не принимает ни один, не долетите. Говорю, фу, блядь, охуительно. Мы приезжаем в аэропорт, в Аэротера, и у нас вылет, и он идет со своей командой, они охуенно одеты, как в фильме Мино, помнишь, когда они появились? И они идут, и я почему-то их увидел в рапиде, в замедленном, знаешь? Они вот так заходят, потому что у нас слишком много эмоций с ним. Они вот так идут, и он меня видит, очки опускает, такое... Нырнул, и попиздил самолет. На обратном пути в самолете он нам разрешил все. Мы все, что хотели. Мы открывали шкафы, брали сок, что хотели, делали. В пилоте, в кабине пилота летели, смотрели, фоткали. И вот эта женщина, единственная, которая не спустилась, она злая, весь обратный путь была в самолете. Сядьте, это не трогайте, то не делайте. И Кент мой, вот этот Адлерский, встает и говорит, ты, да хуя, не пизди, нам Витек, говорит, 200 баксов должен. А это пилот. И мы долетели, все нормально, мы прилетели, он там огромное сообщение написал, спасибо вам большое за такое приключение, это было невероятно. У меня никогда не было детской комнаты, а сейчас есть. не было? Я в детстве всегда смотрел американские фильмы и думал, бля, как же прикольно у них есть своя комната. Подожди, а как ты жил? Ты с мамой, с папой, с братом в одной комнате? С братом всегда в одной комнате. А, то есть отдельно не было тебе? Отдельно никогда не было. Я понял. Слушай, а ты вообще говорил, что у тебя давно были серьезные отношения, они быстро закончились и после этого отношений серьезных не было? Вообще не было. Почему? Я не хочу просто встречаться с девушкой, нахрен она мне нужна, просто с ней встречаться. И для нее ебатория, и для меня просто так вот это вот видеться, гулять. Иногда, если ты уже хочешь там, семью, все, тогда уже серьезно нацелен, настроен. Ну, просто типа полазить, ой, блядь, давай посмотрим, у тебя сейчас серьезные отношения есть или нет? Да, но не будем говорить о них. Как ты понял, что вот та девушка, с которой у тебя отношения, что это та самая? Она очень мощная, сильная, крепкая. От нее можно делать, и с ней можно делать детей. И она сделает детей, я знаю, что пиздец, какими охуенными. Они вырастут мощными. Это самое главное. Что значит? что это? Ну, характер должен быть. Не такой, как ты, что ли? Нет. смотри, вот, блядь, ну, я вот дома... Что значит мощная девушка, ты можешь сказать? Я понимаю, что прикалываешься. Она с характером, с темпераментом, она такая, она половину пацан. Она армянка? Она нет. Давай не будем это. Это все, эта тема закрыта. Она с яйцами, скажем так, у нее все это получится. я могу ей полностью доверять. А тебе такая нужна? Прямо что с яйцами была? ей можно, на нее можно, ей можно доверять, она может сделать все, что если вдруг меня в какой-то момент не будет рядом, я знаю, что она разъебет. Нормальный критерий для выбора девушки. Она не чемпионка UFC, блядь. Просто она такая, блядь, ау, как ее рассказать? ну и вот такая. Слушай, а вас звали на какие-нибудь там дни рождения, корпораты, вот тебя, Каху и Тамару? Да, да, конечно. А какая у вас была программа? Я вообще не представляю. это какой-то пиздец, потому что, я тебе честно скажу, я бы сам себя, я не знаю, куда звать, потому что у нас как-то непонятный формат, и что там делать? И, короче, нас пригласили в Москву на большой день рождения какого-то успешного там человека. Его друзья нас оказали для него, ну типа попросили, чтобы мы вышли поздравить. Я говорю, как нам поздравить? Что делать? Они говорят, да похуй делайте, что хотите? Я говорю, точно похуй? И Каха мне говорит, да вообще похуй. Каха забегает, и стол перевернул. Они говорят, вы что, говорит, ахуели. Ну стол перед ним, который был, блядь, первый, он с едой, вот так переворачивает, вы что, охуели? Да ладно. Тут, говорит, бухаете, и, блядь, нас не зовете. Я забегаю, говорю, Каха, да хуля ты им объясняешь? Они в Москве вообще тут, блядь, людей за людей не считают. И хуй его знает, короче. И мы вот так начинаем орать, кричать, ты, блядь, вчера с нами в сауне с телок ебал, а сегодня со своей женкой сидишь, нас даже не... Короче. Да ладно. Я когда первый раз их выступление видел, мы с другом хотели уехать на такси. Я говорю, сейчас постреляют нас. Это пиздец. Слушай, теперь бабушки сидят, я вижу их реакцию, они не понимают, это захват, что происходит. И потом, им, видимо, объяснили, и они все равно ни хрена не понимали, и они вот так хлопали. Как будто Лев Лещенко выступает. А есть еще такие истории? Старые армянские бабушки. Вот так просто выступали. Не, я тоже похлопаю, а есть такие еще? Еще одна история депутата была. Мы не будем называть фамилию, он депутат Госдумы. И, блядь, это пиздец. Там женщины ходили в платьях, и вот, знаешь, вот эти люди с белых перчатков разносили черную икру. И шампанское. А там все там общаются, культурная хуйня. И мы там. Я говорю, а что нам делать? Да похуй, говорит, что хотите. И мы выходим, вы нахуй, захуй, мы то, все, мы, блядь, того ебали, того разъебем, того выбьем. Вот так, блядь. То есть просто всех хуесосили, депутата, его друзей. Ну, ты знаешь, что вообще корпоратив непосредственно Каха тебе платят деньги за то, что ты хуесосишь их? Это вообще какой-то невероятный. У меня был случай, я человек ко мне говорит, давай я тебя угощу. Я говорю, давай, пока я твой рот не выебал. Он говорит, блядь, ты такой смешной. Я говорю, ебало за гробную нахуй. Навил нахуй. Он говорит, ага, ты охуенный. Я говорю, пошел нахуй. Ну, вот так вот. Потом они все фотографируются, они когда понимают, что это какая-то, мы же не просто так это показываем, это откуда-то, это какая-то культура. Слушай, а были какие-нибудь случаи, когда знаешь, что ты не хотел ехать, да, но тебя как-то удивили ценой, и ты такой, ебать. Блядь, но это был не концерт, это было ничего. Я вообще, самые быстрые, легкие деньги. я могу рассказать, как это было. Да, скажи. Просто Артем не ездит, вот после этих концертов, никакие мероприятия, не заставить его. Звонит человек к нам, говорит, ой, тут человек приехал, хочет вас видеть, можете выступить. Я говорю, мы не выступаем, отключаюсь. Алло, еще раз, ну, пожалуйста, просит, очень надо. Я говорю, да, мы не придем, мы не выступаем. А что он делает, бухает, а с кем он? Он говорит, ну, с ним 40 телок. Я говорю, скажи, можно приехать, побухать с ним, сейчас уехать. Отключается. А, говорит, а выступать? Какой выступать? Просто побухаем с ним. И то, чтоб себе лично никто не позволял. Он говорит, хорошо. И мы приезжаем туда, я захожу в ход, говорю, деньги вперед. Очень нагло, вообще дико нагло. Он говорит, да, пожалуйста, вот деньги, мы еще 50 тысяч сверху. Говорю, не надо сверху 50 тысяч давать. Беру, и наш друг, который здоровый, он такой, он заходит сразу. И он дал понять всем, чтобы себе лично никто не позволял. Мы пришли сюда кайфовать, не понравилось, сейчас уедем. Они все так собрались, зашугались, пошли, побухали. Забрали. Слушай, а вот, чтобы мне не было так завидно, сильно тебе, можешь рассказать какой-нибудь фейл в сексе? Когда я жил в Москве, девчонка какая-то ко мне приехала в номер и говорит, давай выпьем вина. Они так себе представляют почему-то, нам похуй, мы же быстрее там форсируем. Они, давай вино, 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 типа, ну давай, ну, взяли бутылку вина, выпили, а я вино не могу, ну, как бы, у меня почему-то что-то началось внутри там хуево становиться. И когда уже процесс пошел, я на нее залез и вот эта вся хуйня и обливанул. Я обливанул, блять, и я понимаю, я говорю, извини, извини, пожалуйста, а вот ты ебанутый. Я убегаю в туалет, начинаю и смеяться, и блевать, и смеюсь, и блюю, и смотрю на себя и думаю, ебанутый. Ты представь для девчонки, когда ты в моменте на ней и блеванул, это, что она может подумать? Блядь, ну это пиздец. Не, ну ничего плохого на свой счет она не примет. Ну она была симпатичная, я не подумай, ты была нормальная, это не из-за этого я обливанул. Ну вот это было, наверное, одно из самых жестких. А, блять, была нога застряла в машине, пиздец. Господи, я уже испугался, где застряла. Короче, мы с моим другом едем в машине, я друг впереди, она сзади, и она говорит, мальчики, а вы не формалы? Я говорю, нет, ты что, охуела? А я не формалы, думал, что это типа те, которые, знаешь, рваные штаны носили, в то время это было, которые там, это, дырки, мерки, туда-сюда, мы привозим ее домой, она, ну ладно, пока, и уходит. Я ей пишу сообщение, я говорю, а что, почему ты ушла? Я говорю, пиздец, мы приехали, все нас кинули. Она говорит, ну я же спросила, вы не формалы или нет? Я говорю, что значит не формалы? Она говорит, ну вы вдвоем одну можете ебать? Пишет. Я говорю, мы пиздец, какие не формалы. Я говорю, выходи, куда ехать? Она, ну заберите меня. Я говорю, что тебе купить? Она мне банку ягуара, все хорошо. Мы взяли ей банку, мы залетаем, она забегает, такая банку выпила. И, короче, я ее начинаю машинить, похоть, и у меня нога застряла под сиденьем. Пиздец. Под передним. Ну, это возраст, 18-19 лет, желание трахаться, это пиздец, зашкаливает, все, что мы, короче, она так застряла, я не могу ничего сделать. Я, блядь, пила была бы, отрезал бы в тот момент ногу, потому что я уже, я, короче, кое-как вырвал, блядь, порвал штанину, носки, все, и пошел. Ну и вот так, не формалы. Короче, мы не формалы, получается. Нормально. Сейчас после твоей передачи мне будут думать, какой конченый грязный. Надо уходить из этой спальни. Вышел закон о АОЕ. Я думаю, что он вас коснулся точно. Да. Кто хочет рассказать? Я сейчас все расскажу. Видишь, я даже прическу поменял. И костюмчик подел. Сериал непосредственно Каха уже вряд ли будет в Ютубе. Если он будет, то он будет с какой-то рекламой, что перейдите, это будет на каком-то портале дальше. Потому что сейчас вот у нас буквально на днях был суд, где мы были, и нам пришло первое предупреждение, потому что все, ребята, прекращайте уже баловаться, криминал пропагандировать, и показывать вот этот образ жизни. И поэтому все, нам предупреждение пришло. Естественно, мы останавливаемся. А снимать сериал просто тупо на каких-то лайтовых шутках, это неинтересно. Поэтому вот непосредственно Каха будет существовать только в таком ключе. Либо кино, либо сезон сериала, где-то... Netflix? Это будет какой-то портал. Одной из площадок. Одна из площадок. Одна из... Вы рассматриваете, нет? Да, конечно. Артем, ты же еще участвовал в шоу Амирана. Да. Я себе в голове представил, что было прикольно себе. Я выбегал в любую секунду делать то, что я хочу. Я ему это предложил. Он говорит, ну давай попробуем. И оно было прикольно получалось. Все, что я делал, это была импровизация. Ну, в самом шоу. Нет, было круто очень. И всем понравилось, мне кажется, только кроме Билла. Ты Билла там просто жестко хуйсосил. Я его ни хуйсосил, я его просто заткнул. Он один раз рассказал, что он лизал. Пиздух. Я вышел и сказал, заткнись, пиздолись, надень брызговики. Все. Это хватило. Да, он, блядь, год вперед. И сейчас будет маленькая реклама. Амиран Сардаров, наш старший брат, открыл новый американский канал. Первый выпуск, он очень горячий. Это пощечины, это самое большое количество нокдаунов и нокаутов за всю историю пощечин, которые у нас было. Я надеюсь, вам понравится и у нас получится сейчас захватить американский тренд. Мы будем первые блогеры, которые устроили прецедент и покорили американский YouTube. Скорее всего, у него все получится, потому что мы верим в то, что он езит и верит в солнце. Солнце ему поможет, а в Лос-Анджелесе очень много солнца. И оно пойдет ему навстречу и лучи солнышка на его езитское тело лягут и партум он поглотит американский YouTube. Подпишитесь, ссылка внизу. Мало ли мы к нему съебемся, блядь. Подпишитесь, пожалуйста. Я вчера видел рекламу Инстаграма у вас, что 1 октября выходит у вас какое-то свое шоу. Это прям вот лично твое шоу, да? Да, это будет. Вот это будет какой-то разъебщик. Нереально. Ну, давай тогда, может быть, поедем посмотрим на студию, что там у вас за разъе будет. Вот оно, значит. Слушай, ну что, тут прям просторненько у вас. Да, здесь было очень много мусора. Мы все вывозили Камазов 20 мусоров отсюда вывезли, все покрасили, перекрасили и вот построили студию. Я чувствую, что какой-то мусор был тут. Да. Короче, вот оно. А как называется шоу? Шоу называется «Ты как меня нашел?» Слушай, это лицо как раз-таки футбольного клуба Ростов. На шкуре. На шкуре, да. Но она не обижается нормально. Она видела это? Конечно, она снималась уже в этом шоу. Шоу выходит 1 октября в 16.00 на канале КАТ-ТВ. Слушай, расскажи, пожалуйста, вот в чем суть этого шоу? Короче, это абсолютно свободная площадка. Мы сделаем все, что хотим. Вот все, что, блядь, мне пришло в голову с авторами, сидим, все, что придумали, мы вот здесь делаем и будем делать. Но будет гость. Гость — это не обязательно звезда. Вообще пофигу. Это может быть... Я вообще думал, там, знаешь, прикольно позвать одноклассника Егора Крида. Ну, там, поговорить, блядь. А как он там учился, что-то, кто его пиздит. Он бы много еще рассказал. Слушай, а как вообще пришла идея снимать шоу? Короче, блядь, вот честно, просто я... Просто мне в голову залетела мысль, что нужно сделать какую-то площадку, где я буду прикалываться. Все. Потому что очень много мыслей, которые ни в сериал, ни туда никуда не засунешь. И мы решили построить эту студию. Студию мы строили вообще на фарт. Не было пока никакой идеи в шоу, что будет, как будет. Мы ее достроили, блядь, пришли сюда, посмотрели, что с этим делать. И потом написали. Слушай, знаешь, я вспомнил, что когда мы были у тебя в квартире, ты сказал, что, типа, мне сложно влюбиться. У тебя же были давно отношения, да? Да. Они быстро закончились. Очень быстро. Можешь сказать, вообще, почему, что, чего? Специально для тебя эксклюзивчик. Этого никто не знал. Мне было 20 лет, я женился. Да ладно? Да. Тебя запомотали? Быстро выпутался из этого? Очень быстро. Да? Да, я поженился, я развелся очень быстро. 21 я уже развелся. И есть ребенок. Так, подожди-ка. В смысле? Он уже большой мальчик. Он растет, он его воспитывает. Дома моя мама. Он живет в Сочи, учится в Сочи. И в будущем, скорее всего, переедет ко мне. Сейчас школу закончит. Очень хорошо учится. Скорее всего, может, если получится, он даже экстерном может закончить школу. Но, как он говорит, мне неинтересно в школу ходить. Я не знаю, какая там сейчас в школе программа у них. Но он с пяти лет просто какой-то там нереально талантливый получился. Какой-то вундеркинд. А чем он занимается? Ну, там, юмором занимается? Нет, но он смотрит то, что я делаю. Я решил, что лучше пусть смотрит и знает. Потому что потом объяснять, зачем ему. Пусть все будет открыто, как есть. Ты с ним часто видишься? Конечно, он ко мне прилетает сюда. Мы с ним летали, отдыхали на его день рождения в том году в Испанию. Я его отвез. Он всегда хотел увидеть стадион Кампноу, потому что дома брат играет в футбол, и он его только видел в игре. И когда он зашел, конечно, вот так мы были в Порт-Авентуре. Там же Мусе есть в этом стадионе. Да, да, да. Он кайфанул в Порт-Авентуре. Мы всей толпой с ребятами летали. Он один с нами был. Мы сняли там домик с бассейном, все дела. И там были витражные огромные эти окна, стекла такие большие, как стена. И ребенок же не привык, что такое может быть в доме. А он говорит, папа, папа, можно в PlayStation поиграть? Я говорю, да, конечно. И он бежит и, блядь, в это стекло башкой. Бам! И обратно отлетел и попал так. И каленое стекло, представляешь, какого-то камня не разобьешь, разбил он его. Каленое стекло вот так треснуло. Я думаю, еб твою мать. И самое интересное, что за три часа до этого я в него въебался. В это стекло. И он повторил просто через три часа. Я думал, какая-то веселая история. Веселая история. Я готовил к веселой истории, а тут просто ребенок въебался в стекло. Веселая история. Слушай, а вот где-то вчера или позавчера у тебя в сторис был мальчик, Артурик, это твой сын. Да, да, да. Ты как бы такой сидел с ним, по голове гладил. Да, да, да. Слушай, он очень похож. Да, он в детстве один в один. Когда вот ты улыбаешься, он улыбается, вот у вас просто вот улыбка, все одно и то же. Я когда играю персонажа Серго, я немножко от него беру. Там много чего даже. Не, немножко. У нас манеры всей повадки, все одинаковые. Ну, я не знаю, как это было. Ну, кстати, да, Серго, он же такой немножко инфантильный, немножко такой, знаешь, такой ребенок. Да, да, да. Я с ним лежал в больнице один раз. 20 дней мы с ним лежали, он заболел. И мне пришлось с ним лежать в больнице. А почему ты лежал? Ну, а кто? Теперь, слушай, я лежу в больнице, и там одни мамаши с детьми. А, вот почему. Один. И за счет того, что я пацан, мне дали отдельную палату, с нами никого не селили, потому что одни женщины. И мы с ним 20 дней прекрасно провели. Просто мы с ним разговаривали много о чем. Мы научились с ним очень быстро кубики, рубики собираем на скорость все дела. И вот так вот мы с ним очень тесно пообщались. А в школе знают, что папа... Скорее всего, да. Учителя точно знают, потому что я тоже в этой школе учился, где он, и даже некоторые учителя там те и остались. Одноклассники знают, они приходят, они, по-моему, радуются, что они дружат. Ну, конечно. Проблем у него с этим нет. Вот там еще у тебя что-то написано «Братский стол». Там что будет происходить? О, это тоже новая передача, которая тоже выходит и вышла уже или выйдет. В смысле еще одна? У тебя будет несколько шоу? Это, короче, для чего сделана эта студия? Мы здесь обсуждаем... Вот, короче, мы с ребятами собираемся вечером, вечерами где-то кушаем, пьем, прикалываемся, смеемся. И очень много всяких веселых моментов, которые жалко просто, что они в никуда уходят. Мы придумали этот стол, братский стол, чтобы вот тут сидеть и веселые вещи обсуждать. Слушай, кстати, еще мало кто знает, что вы с КАХ и знакомы с детства. Да. С 11 моих лет, с его 12 или 13. Насколько он старше мне, на год или на два, я не помню. Мы его прямо с самого глубокого детства знакомы, но так, знаешь, периодами мы не то, что ругались и не общались, а просто как-то... У нас разные компании были. Слушай, а ты вообще довольна, что в Ростов переехал? Да. У меня здесь все склеилось. А как вот... Как это произошло? Вообще есть какая-то история, что хоп, и ты переехал? Ну, во-первых, мы когда делали кино, режиссер фильма отсюда, ростовский, я на вынужденный находился здесь с ним писал сценарий. Виктор Шамиров, да. Мы здесь писали с ним, и Александр так сделал, чтобы я у него остался. Он говорит, что там делаешь, давай приезжай. Блядь, я уже начал приезжать, уезжать, приезжать, уезжать уже много-много, ну так часто-часто, и уже понял, что походу я здесь больше времени провожу, чем там. И он мне говорит, давай, блядь, собираю свои вещи, приезжаю. Я сажусь в машину, в Сочи гружу полную машину, шмоток, и еду. И заезжаю в Ростов, я говорю, вы где? Они говорят, мы в караоке. Я говорю, хорошо. Он говорит, приезжай сюда. Я говорю, я на машине. Он говорит, мы найдем трезвого водителя, приезжай сюда. Я приезжаю, мы в караоке гуляем, кайфуем до утра. Короче, они встретили меня конкретно. Я говорю, где трезвый водитель, блядь. И они, моими глазами, приезжает девушка, трезвый водитель. Она везет машину, аккуратно загнала на парковку. Мы заехали на этот, поднялись на лифте, почему-то трезвый водитель с нами поднимается, не пойму, что происходит. Поднимается с нами, мы поднимаемся, я захожу в душ, выхожу из душа, карик с Аликом, ее вдвоем ебут. Слушай, это весело, пиздец. А ты присоединился? У меня, у нас молодость ебейшая. Ну, смеялся, значит, что-то, что-то там. Он мне вот так, я говорю, да бля, я нихуя не понимаю. А для меня это все дико было. Ну и все, и пошел, конечно. Вот тебе и трезвый водитель. Слушай, ну не зря ты знаешь, я к тебе приехал сегодня. Блин, у меня есть еще одна история. Белая зависть у тебя, да? Давай. А я ее быстро расскажу. Короче, была история, в Сочи с клуба выхожу с очень красивой, эффектной девушкой. Ну, невероятно. Такая, блин, прям в станок. И в пять утра, уже рассвет, я с ней выхожу, и мне надо было обойти клуб, и там нас ждет машина. Я обхожу с ней в клуб, и я понимаю, что, а вот так, из-за угла бежит тип. Бежит тип, у него лицо разбито в кровь, так, как будто в борщ окунули, вот просто все вот так, как будто в солянку смотришь просто. И он убегает. Я понимаю, что сто процентов за ним кто-то бежит, блядь. Это вариант, нет, а я с этой ракетой, варианта нет, он до меня доебется. И я вижу, что человек пять кавказцев, бухие просто, в дуплете, они идут и бьют все, что видят. По машине кулаком, бах, мусорки переворачивают. Я ей поворачиваюсь, она ростовская, темпераментная, она может, блядь, тоже, где надо присунуть. Я говорю, что бы они ни сказали, завали ебало, просто ничего не говори вообще. Она говорит, хорошо. Я говорю, оскорбят, молчи, я все решу. И они подбегают, подходят и все вот так, блядь. Смотрят, смотрят, я думаю, что же пиздануть, что же пиздануть. Один на нее, один на меня, вот так. Я говорю, пацаны, вот вам сейчас по кайфу. Они говорят, в смысле? Я говорю, ебать, как вы кайфуете, блядь. Он говорит, Я говорю, блядь, я пиздец, как хочу с вами кайфовать. Они говорят, ну давай, братан. Я говорю, блядь, не могу. Он говорит, почему девчонку надо домой отвезти. Я говорю, давай я сейчас ее домой отвезу и приеду, и будем кайфовать. Бля, они, все, его не трогайте, он с нами, он, ну все. Короче, в шкуру к нему залез, блядь, перевернул ситуацию. Я говорю, садись в машину, съебываем нахуй. Я говорю, у вас сигареты есть? Они говорят, нет, я говорю, возьмите пачку, все, только никого не бейте, аккуратно, тут мусоров, пиздец. Говорю, они, все, братан, давай, давай, мы тебя ждем. Я уехал, зашел. круто. Давай маленький конкурс делаем, буквально на одну минуту, для наших подписчиков. Давай. Тебе нужно подписать... Чехол. Чехольчик? Да. Ребят, условия конкурса. Первое, вы должны быть подписаны на мой канал Чего Кого. Второе, напишите, пожалуйста, кого вы хотите видеть следующим гостем, и не просто напишите, а объясните, почему он должен быть нашим гостем. И вот самое прикольное, креативное объяснение, оно победит. Из-за него вы получите вот такой айфон. Они напишут, хоть бы Серго опять был, хоть бы Серго опять был. У меня истории миллион, можешь еще раз... Ну, если еще Серго, значит, пойдем еще раз к Серго. Вот оно, я написал, ты как меня нашел, Серго? Да, так, ребята, значит, 1 октября смотрим самый крутой выпуск, как ты меня нашел, на канале КТВ. Спасибо. Спасибо, да, ну, посмотрите, мы тоже как бы там попробовали, постарались, вы по-честному напишите, понравилось или нет. Ну что, Артем, спасибо огромное. Тебе спасибо. Все, спасибо. А удачи, очень мне бы хотелось, чтобы твое шоу прям залетело в тренды и там осталось навсегда. О, это супер пожелание, так и будет. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь и там пишите комменты. Все, я пошел снимать костюм, заебался. Все, я тоже заебался, пошел. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха.